Приветствую вас! Я полагаю, что сначала вам нужно задать свой вопрос. То есть, именно вопрос, который вы хотите разобрать с психологом. Потому что то, что вы написали, да, то, что вы опубликовали. Ну, по факту это некие такие обстоятельства в вашей жизни, где вы, в общем-то, несете 50% ответственности. То есть, грубо говоря, вы просили мужчине то, что он начал гулять. Вы за что-то почему-то обвиняли себя. Ну, хорошо, вы обвиняли себя. Прощали. Прощали. Тоже неплохо. Но делали, делали то вы что. Ведь мало, понимаете, мало только простить человека. Мало человека прощать, мало обвинять себя. Не обвинять себя вообще не нужно даже, я бы сказал. Что гораздо нужнее, гораздо нужнее, ну, например, делать выводы. Например, корректировать свое поведение. Например, искать причины. Например, разговаривать с мужем. Например, установить планку. То есть, допустим, муж начал гулять. Хорошо. Это не повод для того, чтобы, может быть, сразу развестись. Но это определенно повод задуматься над тем, насколько эффективно вы устраиваете свои отношения с мужчинами. Допустим, если у вас есть какие-то проблемы, да, то вы естественно можете сделать шаг в сторону. Первый, первый шаг в сторону того, чтобы эти проблемы решить. Вы это можете сделать, и это нормально. То есть, в этом нет ничего плохого, это здорово. Что вы, ну, если вы сделаете этот шаг. Далее, важна реакция мужчины. То есть, если мужчина отвечает вам взаимностью, да, если мужчина, ну, говорит, да, действительно, вот что есть какие-то проблемы, я бы хотел, хотел там их решить, но боялся, что ты не поймешь. Допустим. Вот. Это одно. Если мужчина ничего не хочет делать, и его ситуация устраивает, ну, в общем и целом, то это уже куда более серьезная ситуация. Потому что, получается, что мужчина все устраивает. Вас не устраивает, а мужчина устраивает. И вот как раз таки этот момент нельзя спускать с рук человеку. Вот. Ну, а вы, получается, именно это и сделали. То есть, вы попрощали мужчине и его измену без того, чтобы что-то делать, да. То есть, ну, без выяснения причин, без попытки к чему-то прийти. Вот. И, получается, по сути, себя обесценивают. Ну, и обесценивание по итогу привело к тому, что, вот, собственно, мужчина вам сказал, что, прости, дорогая, ты меня не интересуешь. Ну. Ну, и тут нужно понять, какую цель преследовали вы, да. Ну, то есть, когда вы выбрали такую модель поведения. Чего вы ожидали от такой модели поведения, и почему вы вообще обвинялись в себе, то есть взяли на себя всю ответственность за то, что происходило, а не половину. Вот. И чего хотите сейчас? Ну, то есть, вопрос какой у вас. Ага, что хотите изменить? Своё поведение, ситуацию, мужа, что? Что? Если вы хотите, чтобы муж поменялся, например, ну, нужны решительные действия тогда. Если вы хотите, чтобы именно муж поменялся с вашей стороны. Если вы хотите сами поменяться, то, соответственно, нужно, чтобы вы определили куда, в какую сторону, в какое направление, в каком направлении вы хотели бы измениться. Если вы хотите изменить ситуацию, то здесь, опять же, нужно корректировать своё поведение, своё собственное именно поведение. И тогда, на мой взгляд, история будет поворачиваться к вам лицом. Вот. Вот, в принципе, Юлия, то, что можно вам сказать в ответ на ваш текст. Ещё раз, мне важно, значит, выявить ваши мотивы прощать и обвинять себя. Мне важно выявить вашу поведенческую стратегию в данной ситуации. В той ситуации, когда мужчина изменяет, изменяет вам, вы его прощаете, обвиняете себя и ничего не делаете. Ну, судя по всему, меня интересует ваша реакция на то, что вы не интересуете его, как женщина. То есть, как вы это восприняли и что планируете делать дальше. То есть, для мужчины это может быть показатель двух моментов. Первое, это стимул вас к тому, чтобы вы реально что-то начали что-то делать и как-то тянулись к нему. Ну, просто начали поднимать свою самооценку. И второе, это стремление от вас отдалиться и избавиться, чтобы не быть вместе больше. Вот. Вот, соответственно, исходя из этого, и нужно уже будет строить дальнейшую модель поведения. Вот. Ну, я полагаю, что первоначально всё равно нужно избавляться от вины и брать личную ответственность за то, что произошло. То есть, свои 50 процентов ответственности, свою половину ответственности вам нужно взять на себя. Вот. Но не больше. Это вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.